Привет, друзья! Ну что, давайте начнём. Сегодня я расскажу вам про своего крысюка, и вообще про крыс, про мои впечатления о них, про то, как много всего я узнала о них, но вот чего не знала ранее, какие мифы существуют о крысах, вообще всё-всё-всё, что я узнала о Николае Николаевиче за последний год. Так что, если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. И вы знаете, что у меня всю жизнь были хомяки. С самого моего раннего детства, когда я захотела какое-то животное домой, мама начала покупать у них хомяков. Так как хомяки живут достаточно мало, около двух-трёх лет, так что, соответственно, в течение моей жизни вы можете посчитать, сколько их у меня сменилось. Только буквально последний год он отвернулся от вас и кушает сухарик. Он стесняется. И только последний год как-то мы случайно купили крысу. Это была совершенно случайная такая покупка. Мы зашли в зоомагазин, и я, как всегда, пошла к аквариуму к хомякам, но тут мой муж сказал, а почему бы нам не взять крысу? У тебя ведь никогда не было крыс? Я такая, ну да, в принципе, почему бы и нет? Можно попробовать. Купили худика, он же Николай Николаевич. Но, вы знаете, если вы меня будете спрашивать, как приучить крысу к рукам, то, к сожалению, я не смогу ничего вам сказать, потому что худик был уже ручной, по сути. Он ни разу, за целый год, за всю свою жизнь, он ни разу никого не укусил. Он боялся идти к рукам. И постепенно, в течение двух недель, я его абсолютно полностью вообще приучила быть ручным. Неужели ты съел весь сухарик? Я ему дала огромный сухарь, он весь его заживал. Или ты мне в волосах его оставил? Вот. И, вы знаете, все это время, что он у нас рос, жил, это было что-то очень необычное и интересное, потому что я настолько привыкла, что хомяки, они самостоятельные, хозяйственные, и с ними можно поиграть, можно их там потискать, погладить, но как таковой привязанности к хозяину, как таковой нужды у хомяка нету. Кстати, он может на меня написать, он иногда писается. Да? А еще ему нравится грызть мои волосы. Ну давай, еще упади здесь, упади здесь. В чем их главное отличие? В том, что это социальные животные. Хомяки, кстати говоря, по всей своей сути, все, что у меня были, они достаточно плохо жили вдвоем. достаточно плохо. Они постоянно ссорились, грызлись, то есть не знаю, то ли мои такие хомяки, но в целом хомяки любят жить одни. Они очень такие, знаете, с гряди такие, скупердяечки. Они любят делать запасы, делать себе гнездышки, и жить им себе спокойно, припеваете. Крыса нет. Крыса не отличается какой-то хозяйственностью, она не делает запасы, она вообще живет, вы знаете, просто сегодняшним днем, сегодняшним числом, она просто чувствует себя счастливой и здесь, и сейчас. И она не может без человека. То есть если вы купили себе одного крысенка, не двух, если два крысы, то, конечно, хорошо, им вместе будет очень весело, замечательно, но не факт, что они прям будут к вам так привязываться. Но, если вы купили одного крысенка, то вы заметите, насколько с каждым днем он начинает просто как собака к вам привязываться. Этот, он и лижется, он и ластится, он просто может так вот замереть и чешить мне пузико, чешить мне ушки. То есть это очень странно. Поэтому, знаете, если вы хотите купить ребенку какое-то животное, но до собаки, допустим, еще не доросли, то крыса это отличный вариант, потому что у него вот все повадки, это такая мини-маленькая собачка. Потому что, даже если вы берете с собой крысу на прогулку, и если она там у вас шмякнется куда-нибудь, не дай бог, или упадет, то, скорее всего, она не убежит. Многие крысы, они просто по штанине, хоп-хоп, забираются обратно на плечо. То есть они действительно сидят на плече, что мне очень нравится. Я пыталась своих хомяков приучить сидеть на плече, когда с ними гуляла. Но они все шмякались и падали, потому что у них, ну, их когти, они ни к этому не приспособлены. Они у них маленькие, не такие цепки. У крыс же такие когти, что если вы положите крысу на голое плечо, оно вам в кровь все расцарапает. Поэтому обязательно вот что-то такое плотненькое одевайте. Крыса очень хорошо сидит. Вы можете прям в разные стороны вот так вот ходить, двигаться, и она не грохнется. Она очень хорошо держится. У нее очень цепкие когаточки и вот этот вот хвостик, которым она держит свой баланс. Я против каких-то длинных поездок с крысами, потому что все-таки это животное домашнее, эта крыса не дикая, эта крыса не живет на улице, и как бы это для нее очень большой стресс. Машины, всякие звуки. Вот. А, на мне хижит уши. Худик. Крысы скучают по своим хозяевам. Если вы очень долго не будете с ними общаться, то они заскучают, и они будут вас просто облизывать с ног до головы, как только увидят. То есть они действительно очень ласковые. Знаете, еще хотела бы затронуть момент, чем отличаются девочки от мальчиков. Начитавшись вообще всего, я пришла к выводу, что все-таки, все-таки мне нужен мальчик, потому что девочки это такие, знаете, ааа, энергайзеры. А мальчики, они более такие спокойные, более такие, господи, что с тобой, а? Он вообще с ума сошел. Кусачка. Потом, если вы хотите прямо такого бешеного веселья, конечно, заводите девочку. Если вы хотите более такого спокойного, преданного вам, то мальчики вам вполне себе подойдут. Он вообще с ума сошел. Линда сейчас сидит и прямо так на нас ревниво смотрит. И кошка где-то была, кстати. О, боже, вы знаете, что делает кошка? Она сидит сзади нас и во все глаза смотрит на крысу, как будто сейчас прыгнет. Ужас. Хотя она, о, они достаточно равнодушны к худику. Давайте сейчас перейду немножечко к кормлению. Чем кормить грызуна? Ну, в принципе, так понятно. Овощи, фрукты, как можно больше злаков. Можно покупать вот этот вот покупной корм, который продается в зоомагазинах. Но, вы знаете, лично я вам советую покупать корм зарубежный. Потому что в русских кормах слишком много всякой шелухи, которую крысы просто не едят. И не только крысы, но и хомяки. И самый лучший корм, который я пробовала, это корм, который называется Little One. Я вставлю картиночку. У меня все хомяки были на этом корме. Это отличный корм. Он, конечно же, подороже, но здорово. Очень хороший. Я часто сама просто делаю смеси всяких круп, кашек. Сухие макароны они очень любят. А он обожает еще пыриное мясо. Очень любит елки в яиц. То есть, ну, все такое натуральное. Никакой соли, никаких специй. И все. В общем, это такая диета полувегетарианская у него получается. Живет моя цепочка. Молодец. Вот. Кроме того, что мне нравится в крысах, они понимают, что вы им говорите. Они начинают сразу же отзываться на свое имя. Моего крыса просто позовешь. Он может спать, он может есть. Он сразу же выглядывает из клетки и смотрит, что, что. Да, где. Еще он очень любит у меня кушать хлебцы и всякие сухарики. Поэтому он, как только заслышит шуршание, сразу вылезает. А что еще мне в них нравится? В чем я заметила отражение, так скажем, их маленького, но все-таки ума? Наша клетка, насколько вы видели в моих видео, она стоит на холодильнике и она никогда не закрывается. То есть клетка наша всегда открыта. Он все время может вылазить, ходить, исследовать территорию, залазить на клетку, в общем, развлекаться, как ему только захочется. Вот. Но он никогда не убегает, он никогда не встанет никуда. Слушай, ты мне сейчас цепочку порвешь, смотри, что он делает. Ой, ну вообще веселый малыш, да? Вот. У нас было только два случая, когда он у нас грохнулся, но это было ночью, и, скорее всего, он просто не увидел чего-то. Но он никуда не убегал, он залез под холодильник и сидел под холодильником. И это было два раза подряд. Поэтому в этом плане действительно умные животные. Я даже не удивляюсь, что, вы знаете, в новостях часто показывали, что существовали такие крысы, которых так сильно надрессировали, что они залазили через форточку к соседям, чтобы воровать у них какие-то там драгоценности, деньги и так далее. Это точно будет тащить себе в клетку все, что угодно. Поэтому, друзья, такой мой восторженный отзыв о крысах. Я очень люблю крыс. Серьезно, я никогда не думала, что я полюблю крыс. Поэтому, друзья, не бойтесь их. Это чудесные, очень умные существа. У них просто глазки-бущенки. Они милые, замечательные. И не нужно их бояться их хвостиков и так далее. Потому что они ответят вам только любовью на вашу любовь. Худик с вами прощается, пока он еще до конца не съел мою цепочку. Наверное, он на меня уже написал, кстати, скорее всего. Пока-пока.